А теперь о последствиях другой напасти, экономических санкций. Они наносят не фатальный, но все же ощутимый вред различным сферам промышленности, бизнеса, производством. Вот и отечественная полиграфическая отрасль сегодня сталкивается с рядом технических проблем. Причина в западных санкциях. Абсолютное большинство оборудования, на котором печатаются книги, журналы и прочая продукция, импортные. Причем именно из так называемых недружественных стран. Тверь заслуженно считается полиграфической столицей России. И это не фигура речи. Здесь располагаются сразу три крупнейших производства, плюс небольшие типографии. Они, как и их коллеги по всей стране, как минимум в среднесрочной перспективе рискуют столкнуться с большой проблемой. Дефицитом оборудования и запчастей. Предприятие Паретопринт не исключение. Рассказывает нам его генеральный директор, отмечая, что раньше тут только на запчасти и сервис тратили в год до 2 миллионов евро. Потому что техника импортная. В России нет своего производства полиграфического оборудования, по крайней мере для изготовления книг, брошюр и журналов. И 90% оборудования это из ныне недружественных стран. Причем из Германии, из Италии и Швейцарии. Большая часть которых ныне недоступна. А также недоступен сервис по ним и большая часть запчастей. Пойти по, казалось бы, уже проторенному пути параллельного импорта не получится. Хорошее типографское оборудование это, по сути, штучный товар. Каждая линия, стоимость которой может доходить до нескольких миллионов евро, имеет свой номер. Поэтому производители, наложившие санкции, легко могут вычислить страну конечного пользователя. Заграница в виде Китая и Индии нам не поможет. Они сами также зависят от Запада. А их местная техника имеет в разы худшие характеристики, да и несовместимы с тем, что уже закуплено в России. Павел Арсеньев рассказывает, что они на предприятии пытались самостоятельно изготовить запчасть к машине, которая уже простаивает пару месяцев. Оба раза изготовленная запчасть продержалась сутки, но развалилась. Потому что то ли сталь не та была, потому что есть же марка стали, ее закалка, еще чего-то. Никто же не знает, что там на самом деле было использовано. Либо спецоснастки не было, на станке ЧПУ использовалась универсальная оснастка, либо изготовили не очень аккуратно. Что касается дальнейших перспектив, то никто в отрасли долгосрочных прогнозов не строит. Всем понятно, что в обозримом будущем создать собственную индустрию производства полиграфической техники не получится. Это дорого и слишком сложно. Таким образом, вся надежда на то, что федеральные власти смогут что-то придумать. Иначе страна останется не только без коммерческой, но и даже классической литературы, а элементарно без школьных учебников. Надо сказать, что отечественные полиграфисты сильно зависели от импортного оборудования и в советские времена. Но сейчас проблема обострилась по понятным причинам. Возможно, выходом может стать вариант закупки оборудования в Китае или других странах, готовых предоставлять нужное оборудование. В любом случае, выход, конечно же, будет найден.